Доброе здоровьица! Вот еще одно письмо, которое я с вами разберу. Оно касается, вроде как меня, оно касается всех. Значит, здесь очень важно разобраться в своем собственном сознании. Откуда растут ноги, откуда растут, знаете, вот какие-то идеи, которые возникают у вас. Откуда еще возникает настроение, возникают какие-то побудительные мотивы и прочее, прочее, прочее. Вот это важно понимать. И вот на этом примере я попробую вам рассказать, как я мыслю. И, возможно, это будет полезно и вам. Значит, вот мне пишет посетитель канала. Здравствуйте, Игнарий Петрович! Как я вижу, вы готовитесь к новогодней, то есть передаче на Первом канале. Знак вопроса. С чего бы это вы взяли? Ну, с чего бы это взяли, что я к ней готовлюсь, настраиваюсь? С чего? Ну, с чего? Поезд, на который вы купили билет, идет в тупик. С уважением. Вот чего это вы взяли, что какой-то тупик у вас там или еще. Я просто отвечаю, знаете, на это. Особенность ума заключается в том, что вы думаете о том, чего нет. Я стараюсь, знаете, вот такие рубленые, но точные фразы. Ну, нету, вот у меня этого лично нету в жизни. Но, тем не менее, а у вас в голове это создалось. Ну, давайте почитаем дальше. Уже много лет мы с вами обмениваемся сообщениями, еще когда Ютуба не было. Я всегда старался избегать лести и похвалы в ваш адрес, потому что уверен, лесть и крики ура наносят вред душе. В любом случае, человек должен отдавать себе отчет, где это лесть, где это не лесть, где это критика здоровая, а где это нездоровая. То же правило, за редким исключением, я соблюдаю и в Ютуб. Но поскольку я обязан вашим книгам, своим здоровьем и еще пока видимой перспективой своей судьбе, то свержусь ли я на вас, критикую в своем уме, радуюсь ли вашему появлению на экране, ТВ или Ютуба, вы будете всегда вторым человеком после моих родителей. Вот смотрите, теперь давайте вот это вот разберем. Я обязан вашим книгам, своим здоровьем. Вот моя роль заключается в том, что я увидел, на чем основывается здоровье и как его поддержать. Но знания эти, которые я изложил в книге, это не мои, это общечеловеческие знания, которые можно, знаете, из каких-то таких фрагментов сложить в такую систему, которая работает. И, насколько мы понимаем, человек применил и это сработало. То есть, вот, как бы сказать, моя заслуга. А теперь горькая правда. Читай и участвуй по вашим книгам в начале этого века. Я в душе уже перечислав вас святым. А вы знаете, вот это вот не надо как-то делать, что мы все любим идеализировать там того человека, что вот он такой, сякой, тара-та-та-та-та-та-та. А человек, допустим, он в своем деле может быть профессионалом. И вот те профессиональные-то знания, профессиональные навыки, как он поступает, можно взять. А совсем в других областях он может быть, ну, никто. Как вот, если взять Жириновского. Жириновский, умнейший дядька. Что касается введения здорового образа жизни и отношения к своему здоровью, особенно вот к этим модным процедурам. Ну, просто-напросто человек, который находится в ясельном возрасте. Разве можно было так поступать, если там сделать вот эти все, все модных процедур, да еще в таком преклонном возрасте. Естественно, от этого кровь загустеет. То есть не надо, надо взять от человека, если он вам чем-то нравится, то положительно и применить его к себе. Вот очень важно, я как раз на эту тему рассуждал для себя, очень важно не делать из человека кумира, а используя его наработки положительные, применив их к себе, себя сделать кумиром для себя. То есть вот в чем заключается. А не то, что вы там делаете кого-то там кумиром, а потом, значит, ну дальше читаем. Появилась возможность видеть вас в YouTube. И мое мнение резко стало падать. Все, видите, в YouTube видят, вот что-то не так, что-то не то, что-то еще как-то. А я еще разок говорю, а выберите то положительное, для вас применимое. Вот хотя бы мои рассуждения, как я рассуждаю, чтобы это было какое-то здравомыслие у вас. Вот это вот здравомыслие и к себе. Вы должны себя, жизнь дается вам, вы должны себя облагородить, сделать успешным и здоровым. Я уже принял решение предельно ограничить просмотр ваших видосов. Вот смотрите, если там есть что-то полезное в этом видосе, о чем-то мне там рассказывают и так далее, то уже, грубо говоря, тот человек, который вам рассказывает, вам это уже неприятно как-то смотреть. Я так начну понимать. Чтобы окончательно в вас не разувериться, поскольку тогда я не смогу использовать вашу науку о здоровье. Оказывается, моя наука о здоровье. А я до этого как раз и сказал, что существует общечеловеческое знание о здоровье. Ну где-то я собрал, где-то, возможно, другие даже лучше изложили. Я хоть и светочем считаюсь, но я как светоч понимаю, насколько я блестю. Вот. Вы берите, берите то, что вам дает пользу. Вот это вот главное. А не то, что моя наука оказывается из-за того, что вы меня увидели и отождествляете это с моей наукой, все, забросили. Хотя, вот эту фразу, мою науку о здоровье, которую я применяю к самому себе, да в 70 лет я лично считаю, я еще довольно-таки прилично вырежу. Я еще занимаюсь интимными отношениями. И вот как раз вот дорогу проделал вчера, я проехал 400 километров, а сегодня еще 400 километров на машине, сам за рулем. Ну и так я вам демонстрирую. Может вам это как-то не впечатляет. Создавайте, берите, грубо говоря, от любого человека берите положительно и создавайте свою науку о здоровье. Для себя самого. Да и сохранить теплое отношение к вам мне очень важно. А это, вы знаете, очень важно принимать человека таким, каким он есть. И понимать, что каждый человек находится на своей ступени эволюционного развития, на своей ступени самосовершенства. Каждый из нас. И если вам человек вообще не нравится, вы чувствуете от него какой-то негатив, конечно, лучше всего с ним не общаться. А если вы чувствуете что-то положительное, берите это положительное. Лично я так делаю. Вы не воспринимаете критику в ваш адрес. Я уже говорил насчет критики. Если это действительно критика, которая что-то там подчеркивает, я, значит, ее использую для того, чтобы измениться. А если она вообще просто беспочвенная какая-то, я на нее не обращаю внимания. Внутри человека, вот любого человека, должно быть вот этот самоконтроль, который тебе подскажет. Вот критика это, не критика это, самокритика, что вообще надо делать для того, чтобы ты менялся, менялся в положительную сторону, чтобы ты рос, чтобы ты чувствовал, что ты развиваешься. Вот это вот я считаю главное. Так, люди это чувствуют, и поэтому комментарии наполнены лестью. Видите, мне как светочок такие лестные отзывы дают. Но я насчет этого не буду говорить. Возможно, они что-то получили положительное, и, естественно, откликнулись. Ну, так, к примеру, возьмем. Почему они льстят или просто, я их не знаю, деньги им за это не плачу, чтобы они мне льстили. Чего это они будут мне льстить? Спросите у них. Вам это действительно нужно? Ну, выражение моего лица дало ответ. Видос ради видоса. В каждом видосе, в каждом видосе я подчеркиваю кое-какие моменты. И это тонкая такая, будем говорить, грань, когда каждый видосик обладает каким-то обучающим моментом. Это очень важно, это понимать. И брать из этого. Естественно, допустим, вот как человек читает книгу, там, по оздоровлению, он, а, сначала чистки организма, там, кишечника, там, печени, все ясно, понятно. Ага, и там я заживу. А потом, о, нет, тут уже еще и питание. А потом, ох, слушай, а тут даже надо и с мышлением разобраться, как у меня мышление работает. И все эти вещи есть. Это не видос ради видоса. А как раз что-то там такое подчеркивается. Или еще разок о чем-то напоминает. О том, что мы забываем. Я сам частенько все это себе напоминаю. То, что ты думаешь, прошел уже это. Мне очень жаль. Десятки лет назад, когда я стал сползать к краю пропасти, я увидел потеводную звезду. То есть, вас и ваши книги. Общечеловеческие знания. Еще разок. Сколько бы вы видосов не смотрели, и я во всех этих видосах своих говорю, это общечеловеческие знания. Которые надо сложить так, чтобы они работали. То есть, знаете, грубо говоря, космическая ракета состоит из множества различных деталей. И вот эти детали надо так сложить и подогнать, чтобы из них получился космический аппарат, и он полетел. Так точно и оздоровительная система. Вот это все надо сложить. Вот это все надо прощупать, сделать так, чтобы это работало. Вот оно. Вот оно что. Я вздохнул с облегчениями, по-новому продолжил свой жизненный путь. И продолжайте. Продолжайте. Вот на это дело оперлись. И пошли дальше. И, кстати, я сейчас подошел к очень интересным для себя вещам. К ним надо созреть. Начинаем мы с того, что понятно, что ясно. Некоторые на этом останавливаются. И успешно забывают. Более редкие начинают дальше идти. Естественно, там гораздо дальше, чем я там уходят. По мере созревания. А чего созревание? Созревание сознания. Оказывается, эти знания-то вообще. Они вот, они лежат. Но мы своим сознанием не можем осознать их важность. А тем более, как их применить для того, чтобы улучшить и собственное здоровье, и собственную жизнь, и собственную судьбу. И почувствовать нечто такое, нечто такое, важвышающее, которое, как бы сказать, указывает, слушай, да, а жизнь-то вот она, оказывается, какая. Не то, что мы думаем, пенсию заработать, детей вырастить, квартирку заработать, машинку. А это более глубокая вещь. Я на 10 лет младше вас, но уже начал подводить итог своей жизни. Ну, знаете, в 2016 году мой организм начал разрушаться, заболели суставы, я уже об этом неоднократно говорил, плечевые, я не мог там толком спать, спина, то вообще там это самое. Отдельная история, естественно, никакого там желания, тем более полового и прочего, прочего там и не было. А вот сейчас, знаете, я как-то начинаю смотреть совсем по-другому, думаю, хо-хо, да еще можно пожить, да еще можно и пожить очень и очень даже. И какие-то новые перспективы открылись гораздо, гораздо, знаете, были вот такие остальные. Во, во, можно и подводить итог. И я сейчас пытаюсь там книгу, там, написать четвертую книгу, записок голодающего. Делать, как бы сказать, для себя осознать, что там, что там случилось со мной, как там моя жизнь сложилась там, в разных аспектах. Пожалуйста, пожалуйста, подводите, успеете ли вы. Я должен подводить итог, там, всему-то, такому. Как говорится, все, что ты сделал, что там в жизни произошло, оно уже все твое. И итог подойдет. Вот, знаете, можно действительно так отдельно остановиться. А вот я сделал то-то, 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 вот-то, то-то. А можно просто-напросто этот итог принять как данность. Жить, а, наступил, ну, и наступит себе. И не обращать на это внимания. Ну да, кажется, я перешел границу и начал вас поучать. Я пишу критику вам лично и никогда не позволяю себе это публично. Ну, извините, я вот эту нашу беседу на основании вашего письма, я хочу донести до людей, что в нашем сознании огромное количество разного рода вещей, которые не соответствуют действительности, как вот в начале. Я готовлюсь там на Первом канале к Новому году или еще там к чему-то. На самом деле, меня туда никто не приглашал. И что мне там готовиться? Множество в нашем сознании возникает каких-то таких вот мыслей, которые становятся руководством к действию, но в то же время они не обладают истинностью для этого. То есть человек что-то надумал, и он начинает действовать. То есть человек начинает обижаться, человек начинает расстраиваться, человек начинает еще там что-то подводить итог своей жизни там и еще чего-то, еще чего-то. Когда можно совсем по-другому жить? Я не буду говорить, что вот так вот надо жить, как я говорю. Я говорю о том, что существует огромное количество направлений. И все зависит вот такого вот слова от расширения вашего сознания. Вот как только его расширите, появляются совершенно иные возможности. Это уже банальные вещи, я вам говорю. Вот как его расширить? Каждый это понимает по-своему. Так, возможно, вы правильно поймете мою мысль, которую я давно хотел вам донести. Что именно хотели вы донести? То, что я на первый канал еду? Или вообще подводить итог? Или что? Или я внешне не выгляжу? Или еще, как-то называю, возможно, себя светочем народной медицины и здорового образа жизни. Да по сравнению, знаете, почему я называю это? По сравнению с тем, что тут бытует вот это вот. Вот только что я сделал вот это вот видео, когда женщине удалили желчный пузырь, ничего там ей не посоветовал. Да, теперь будешь жить здоровой жизнью, как и была. Боли ушли, ушли. Ага, все нормально. Она, значит, нажила дальше за счет этих причин, нажила, значит, гипертонию. И потом еще полечили, значит, от гипертонии полечили, что вообще воспалился желудочно-кишечный тракт. Вот на все это дело, когда ты смотришь и думаешь, да ты действительно светоч против вот этих вот тьмы, которая просто-напросто, ну, как сказала эта женщина, одно лечит, другое калечит. Простите, что отнял у вас время на прочтение моего такого длинного письма, может, и никчемного с уважением. Ну что, я думаю, что это письмо ваше и ваш разбор кому-то пойдут на пользу, возможно, даже это вам. Живите и берите все лучшее от кого бы то ни была. И применяйте к себе. И вы становитесь лучше. Вот в чем дело. Да, человек в чем-то может там плохим быть, с таким там и так далее. Но у него есть, допустим, какие-то там черты характера, какие-то поступки, какие-то там мысли. Так вот это вот возьмите и к себе примените. Остальное не надо. И будет тогда вам счастье. Вот о чем я и пытался рассказать в этом видосе. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.